с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 2 марта международный день спички самые первые спички были изобретены химиком шапселем во франции в 1805 году хотя естественно это не единый вариант много есть других версий чтобы такая спичка зажглась использовали линзу или капельку серной кислоты поэтому такие спички были довольно опасными и вот в 1847 году ученые химик бетхер производят безопасные спички которыми мы фактически пользуемся по сей день в 1851 такие спички производят в швеции и потому долгое время их называют шведскими спичками к 1848 году в россии было уже более 30 спичечных фабрик сегодня день театрального кассира он не только мастер своего дела это еще и психолог и специалист который умеет буквально читать людей по лицам он обязан безошибочно улавливать настрой зрителя предугадывать его театральные предпочтения и если справляется с поставленной задачей становится объектом бесконечной благодарности театральных посетителей в этот день рождаются в 1824 году константин дмитриевич ушинский русский педагог демократ основоположник научной педагогики в стране 1931 год михаил сергеевич горбачев приходит в этот мир первый и последний президент ссср 17-летний михаил поступает на юридический факультет мгу без экзаменов как молодой орденоносец годом ранее он получил орден трудового красного знамени за ударную работу комбайнером в родном колхозе так начинается большой путь на самую вершину власти своем последнем указе 25 декабря 1991 года горбачев объявляет о сложении себя полномочий главы ссср но так и не называют истинные причины этого поступка по мнению историков 1938 год день рождения вячеслава зайцева модельера первую коллекцию которая состояла из ярких телогреек цветных сапог и юбок сшитых из павлопосадских платков зайцев придумал для работниц области и села еще в 1963 году французская пресса окрестила зайцева красным диором а пьер карден и геларош признаются равными зайцы является почетным гражданином сразу двух городов родного иванова и парижа 1962 год джон бон джови приходит в этот мир на сегодняшний день музыкант продает более 130 миллионов альбомов гастролирует в более чем 50 странах и ставит свыше двух с половиной тысяч шоу 1963 год день рождения евгения дятлова российского актера и певца вообще сегодняшний день очень богат на дни рождения актеров потому что в 68 году родился дэниел крейк английский актер исполнитель роли джеймса бонда которого в последнее время он играть то особо не хочет но за хороший гонорар соглашается в 1969 появляется михаил пореченков актер театра и кино заслуженный артист российской федерации а 1976 даниил страхов российский актер театр и кино история дня 1711 год учрежден сенат высший государственный орган в россии он существовал до 1917 года состоял из шести департаментов особого и высшего дисциплинарного присутствий трех общих собраний и пяти соединенных присутствий департаментов 1855 год на престол российской империи вступает александр второй даровавший крестьянам свободу от крепостного права а балканским народам независимость и получивший к своим многочисленным титулом почетное прозвище освободитель год 1917 отречение императора всероссийского николая второго от престола в пользу брата михаила в своем дневнике он записывает суть то что во время спасения россии удержание армии на фронте и спокойствие нужно сделать этот шаг я согласился час ночи уехал из пскова с тяжелым чувством кругом измены трусость и обман 1983 в англии фирмы sony philips и полиграм представляет на суд публики компакт диск и проигрыватель компакт дисков я помню когда работал на радио кто-то впервые принес это устройство мы даже не знали а куда же его можно вставить а теперь это уже тоже история но еще одно событие 2 марта 1779 год санкт-петербургские ведомости сообщают о создании первого прообраза прожектора искусство делать составное из многих частей зеркала которая производит удивительное действие умножая свет в 500 раз его изобрел нижегородский механик самоучка тот самый иван кулибин накануне иван петрович продемонстрировал новый прибор осветив им из окошек академии противоположный берег невы вскоре фонарь зеркальным отражением стал употребляться в быту и на военном флоте а понятие отражения стало не столько физическим но если хотите и лирическим ведь все нашей жизни отражается с вами был николай пивненко в проекте дата